здравствуйте меня зовут лазебная ольга и я бы хотела оставить отзыв на второй модуль школа психотипирования павла борисовича колесова во втором модуле продолжается углубленное изучение каждого психотипа маркеров по которым можно определить психотип телесные маркеры как выглядит тело каждого психотипа как психотипы двигаются каждый психотип двигается с какой скоростью скорость речи и так далее все это дается более углубленно очень много интересного вот я сейчас сижу смотрю на все уроки которые я прошла да все интересно все на меня вот особенно заинтересовали три темы во первых это тень тень каждого психотипа тень это по сути все то что человек в себе не принимает все способы взаимодействия с миром логика или эмоции то что человек вытесняет и и вытесняя психотип по сути теряет огромную кучу энергии и если взаимодействовать со своей тенью периодически в нее входить можно нехило так себя прокачать прямо таки на следующий уровень развития выйти стать более целостным человеком так что же еще а вот меня вот особенно заинтересовала еще одна тема это психиатрические болезни каждого психотипа то есть определенными психиатрическими болезнями болеют определенные психотипы другие психотипы этим редко болеют или не более вовсе и не знаю свой психотип можно узнать что грозит что может быть будущем и предотвратить это. А психотические болезни разные. И клинический аутизм, и психопатия, и компульсивные состояния разной компульсии, и эпилептические припадки, ну еще много всего. Так, ага, ну и конечно меня заинтересовали, заинтересовала тема страхов. Страхи каждого психотипа, потому что каждый психотип боится чего-то своего, свой страх. И знание этих страхов, ну во-первых, своих страхов, помогает их проработать и стать более свободным, эффективным, успешным. А знание чужих страхов помогает, ну также помогать другим людям или управлять ими, если такая надобность возникнет. Вообще знание психотипов очень помогает в повседневной жизни. Например, при найме на работу. Например, при найме на работу, потому что часто же бывает так, что когда мы нанимаем какого-то человека, на собеседование, ну такая душка, ну прям идеально подходит нам. А через некоторое время, месяц, два, три. Господи, кто ты? Что за человек? Я такого не нанимала. Да, да. И оказалось, что на собеседовании люди редко бывают в своем психотипе. Часто они выпадают или в детскую позицию, или в состоянии невроза. Ну кроме одного единственного психотипа, который всегда остается собой. Если интересно, все это в школе психотипирования. Так, ну в общем очень много интересного и, как обычно, мега вкусная информация в вип-блоке. Здесь дана информация о том, что даже у стран и религий есть свои психотипы. То есть каждая религия, она обслуживает нужды какого-то конкретного психотипа, психотипа страны. Например, православие, буддизм, ну и другие мировые религии. Так, ой, вот еще интереснейшая тема из вип-блока. Как признаются в любви каждый психотип? А признания у всех разные. То есть то стандартное признание, которое показывается в фильмах, сериалах, это свойственно одному или двум психотипам. Остальные признаются по-своему. Если этого не знать, можно пропустить признание в любви. Так, ой, вот очень много всего. Если заинтересовала эта информация, милости прошу в школу психотипирования. Здесь настолько глубокая информация, она позволит и себя понять, и других людей, и позволит и себе помочь управлять собой, ну и, конечно же, другими людьми. Благодарю за внимание. Всего доброго!